Творцы собственных твердынь Творцы собственных твердилетов Вы любите название? Хорошие названия Вы любите? Верни мне Верни мне Верни мне Вы понимаете Наверное Нет ничего смешнее Чем христианин Который говорит Что я что-то не могу Победить или достичь Что я могу Не обмануть Или не могу Сегодня я хочу Коснуться части человека Которую мы называем Воля Вы даже не представляете Что это такое И что это за подарок Который Бог нам дал Вы знаете В определенном Сезоне Моей жизни У меня был Очень серьезный вопрос К Богу Вы знаете Почему после того Как ты пострадал За человечество Пролил свою кровь И подарил свободу людям Почему мы до сих пор Не свободны Почему мы не можем Победить даже Самых маленьких вещей Почему мы не можем Победить Самых маленьких вещей Семья Я христианин Который под названием Практик Я люблю Я не теоретик Я люблю практику Я люблю брать вещи И пробовать Как они работают И Библия мне говорит Что вы победили Во Христе Много мест подобных И для меня Много всегда интересно Почему Библия говорит Одно А я совершенно Веду себя И живу по-другому При всем желании Победы И я все Выдавливаю Из себя Чтобы победить И оно Как-то не побеждается Или по крайней мере Не всегда У вас был Такой вопрос Богу У пару человек Был Все остальные Подвисли Я не знаю Как у вас Нормально Был вопрос Я уверен У всех Был этот вопрос Вы знаете А Бог Задал мне Другой вопрос И с этого вопроса У меня началось Очень серьезное Знаете Как Разбор Слова Бог задал мне вопрос Сын Ты думаешь Что я что-то Не доделал Или ты что-то Не допонял Или от тебя Удерживается Часть истины И Бог И Бог Знаете Самое интересное Вот что Я знал Ответ на этот вопрос Когда Бог Мне задал И я в этот момент Попросил Дух Дух Святой Я говорю Пожалуйста Драгоценный Мой учитель Объясни мне Первое что Дух Святой Сказал мне Он говорит Вы до сих пор Не понимаете Какой огромный Подарок Я подарил вам Свободная воля Человека Которую Человек До сих пор Не понял Семья Вы не представляете Как бы это Объяснить Дух Святой Начал объяснять Мне Дух Святой Мне очень интересную Картину Нарисовал Он говорит Знаешь ли ты Что Воля Которую я вам дал Это часть Натуры Бога В вас Он Папил Смешно Мне Он сказал Я хочу Чтоб ты услышал Часть Натуры Самого Яхве Внутри тебя Семья Это что-то Настолько Сильное Что Когда мы Поймем С вами Мы действительно Научимся Жить и действовать Мы как Человечество Научилось Использовать Волю Сейчас В противоположную Сторону Бог Мне сказал Нет Ничего На этой Земле Чтобы Как вам Сказать Чтобы ты Не мог Победить С волей Которую Я подарил Тебе Поймите Мы абсолютно Понимаем Демонизацию Или Одержимость Мы на Инкаунтерах Работаем С этими людьми Сейчас Не об этом Вопрос Знаешь ли Ты Что даже Человек Который Занят Какими-то Духами В каких-то Сферах Все равно Имеет Волю Сильнее Чем Легион Демонов В тебе Ты можешь Это представить Семья Легион Демонов Кто мне Может Сколько Это Количество Легион Демонов Знаешь Сколько Это Десяти До Двенадцати Тысяч Это Легион Это Когда Считались Рим Когда Пересчет Легион Из Двенадцать Тысяч Демонов Не Могут Удержать Одного Человека Который Хочет Прибежать К Иисусу Зазвободить Семья Я хочу Вам Сказать Одну Вещь Вы Даже Не Представляете Какой Силой Власть Вы Обладаете Вы Туда Еще Не Заходили Другими Словами Каждый Из Вас Абсолют Ней Победитель Ты Просто Туда Еще Не Сделал Шаг Ты Еще Туда Не Заходил Или Ты Удерживаешься Какой-то Обманом Какой-то Твердыней Знаете Как Дьявол Держит Нас Он Берет Твою Волю И Твоей Волей Создает Для Тебя Твердыню Он Создает Твоей Волей Твоими Руками Для Тебя Твердыню Другими Словами Непобедимых Врагов Нет Если Мы Их Не Создаем И Бог Мне Говорит Если Я Пострадал На Кресте И Пролил Мою Кровь И Ты Еще В Чем-то Нуждаешься Это Не Я Не Доделал Это Ты Не Допонял Человек Это Очень Уникальное Существо Которое Умеет Обманывать Самого Себя Семья Вы Не Представляете Другими Славами Сатана Никогда Победить Тебя Не Может Он Должен Победить Тебя Твоими Руками Когда Дух Святой Начал Это Открывать Он Говорит Сынок Во Мне Ты Можешь Достичь Все Он Говорит Я Дал Тебе Такую Волю Которую Я Не Способен Контролировать И Ты М Говоришь Что Какой Бесенок Управляет Тебя Ты Ты Спотыгаешься Слышишь Ты Ты Со мной Ты Прямо Сейчас Вышвырни Своей Голиафа Я Прямо Сейчас Убиваю Твоего Голиафа В твоей Головой Твоими Руками Прямо Сейчас Ты Можешь Ты Ты Недостаточно Захотел Ты Не Хм 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 Вы Заметили Как Мы Умеем Нечаянно Использовать Волю В аварийных Ситуациях Семья Вы Понимаете Что я говорю Что-то происходит И ты Принимаешь Решение Которое Меняет Судьбу Твою Кто-то Сейчас Услышал Меня Я знаю Людей Которые Не могли Бросить Пить Ни за Какие Деньги Ни за Какие Никакие Консультации Ничего Я знаю Людей Которые Не могли Бросить И он Говорит Я не знаю Он ездил На Инкаунтер Он делал Все Ничего Не может Он Говорит Пастор Наверное Я никогда Не буду Свободен От этого Я говорю Можешь У тебя Недостает Правильной Мотивации И Желания Кто-то Слышит Меня И здесь Его Жена Просто Я и Вот так Все Стала Вот так И она Говорит Что Я Тебе Даю Определенное Время На Реальное Исправление Если Ты Не Хочешь А Он Очень Сильно Семью Любил Говорит Мы Убираемся Из твоей Жизни Потому Что С таким Человеком Мы Жить Не Будем Уникально Попав В такие Обстоятельства Человек Абсолютно Бросил Пить И даже Не Молился Потому Что Теперь На Вес Было Положено Что Что Для Тебя Дороже Чем Пузырь Семья Мы Не Можем Потому Что Наши Чего Не Душили Достаточно Я Всегда Говорю Слабый Слабый Пока Ты Не Придешь И Начнешь Душить Слабый И Как только Ты Начинаешь Душить Слабого Человека О Бог Мой В нем Проснется Каждая Клеточка Которая Захочет Жить И Будет Драться С тобой Бог Говорит Я Победил То Что Вы Не Могли Победить Я Омыл Вас Кровью И Дал Вам Говорит Все Остальное Я Тренирую Вас Быть Сыновьями Бога И Он Мне Говорит Я Не Собираюсь Ничего Вместо Вас Сделать Я Сделал То Что Вы Не Могли И Теперь Я Подарил Часть Воли Натуры Бога Воюй Побеждай Пробивай Все Вы Можете Ничего В твоей Жизни Не Может Быть Сильнее Твоей Волей Ничего Ты Слышишь Мое Ты Все Можешь Достичь А Библия Говорит А если Ты Во Христе Ты Вообще Все Можешь Некоторые Люди Этого Мира Поняли Что Такое Воля И Можешь Что Ты Можешь Через Христа Своей Освещенной Волей И Можешь Зам И Бог Сказал Мое И Сын Мое Может быть построено Только Через Волю Которую Я Дал Вам Потому что Ни 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 Остановит И Бог мне сказал другую вещь. Он говорит, остановить от этого ты можешь только сам себя. Больше ни к чего тебя остановить не способен. Бог мне сказал еще одно. Только ты можешь остановить себя. Ничего еще не остановить тебя. Вы знаете, у нас все начинается с детства. Вы заметили? Опа, что упало? Я говорю, слава Богу, что я со стакана был. Все начинается с детства. Все начинается с детства. Чайдот. Мы в комнате, маленькие детки. И вы заметили, чтобы не подняться и открыть этот шкаф, где ты думаешь, там находится Бабай? И чтобы спать, чтобы открыть этот шкаф, где ты думаешь, там находится Бабай? Ты идешь глубже под одеяло и страшно боишься. И ты придумал Бабая. Кто-то слышит? Мы создаем Бабаев. Семья, вы знаете, что ничего в нашей жизни не поменялось. Просто мы выросли, у нас Бабаи стали взрослее. Теперь он не в шкафу. Теперь Бабай в твоем кошельке. Теперь твой Бабай на работе. Ты ее ненавидишь. И ты сотворил Бабая. Now your boogeyman is at work. You hate him, but you created him. Кто-то понимает? You hear me? Вместо того, чтобы изменить нашу семью, мы сотворили неизменяемую вариант семьи. И мы создали Бабая и отходим в сторону. To change our family, we created unchangeable version of the family. And we're afraid of it. Семью ты не должен менять. Все, что ты должен поменять, это себя. Точка. Все. You are not supposed to change. The only thing you have to change is yourself. Period. Nobody likes me. You like them. Nobody hugs me. You hug them. Stop whining. Do what you think needs to be done to you. Love and you will be loved. И вот это мы Бабаёв придумываем везде. Вся наша жизнь это спущные Бабаи, а всего лишь это сферы, которые мы не хотим адресовать. And we are coming up with these boogeyman's. It's around us, but these are the fears that we are afraid of. О, Боже мой. Несколько Бабаёв. Давайте по Бабаям пройдёмся. Few boogeyman's. Ну или мы назовём их твердыни, strongholds. Strongholds. Итак, финансовая твердыня. Financial stronghold. Почему-то у большинства, знаете, сложилось такое понимание, что меня фортуна обошла, это там, где это богатое, я нищий, я буду нищим всегда. We have this mindset that fortune passed me by. There's somebody reached there, it passed me by, and I'm just poor. Вместо того, чтобы реально взять свою волю и возненавидеть то мусорное ведро, в котором ты работаешь и называешь работой. А теперь ты идёшь, занимаешь чуть-чуть денег в банке, берёшь лоун, и вкладываешь в колледж. Три года ты будешь учиться, и потом ты будешь инженер с огромными деньгами и успешной жизнью. Три года. И здесь ты творишь другого бабая. У меня язык плохой. Мне никто не займёт в банке деньги. Другие места, вы заметили, как мы с вами себя же парализуем? And you're creating new boogeymen, I don't have language, my language is bad, and I can't do this, I don't have a car or something. You know how we are paralyzing ourselves. Каждый раз, когда Бог говорит, можешь, ты придумаешь ещё три бабая, на всякий случай, чтобы не смочь точно. Он мог мне говорить, сын, я буду учить тебя, просто слушай меня, бери сферу за сферой, и побеждай, 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 и побеждай! Тебе не нужна очередная молитва, тебе нужен удар под задницу! Мы называем так, мотивация! You don't need another prayer, you need a kick in the butt, you need a motivation! Ты слышишь меня? Иногда тебе просто надо холодной водичкой, а хотите сказать, проснись! Ключи для твоего счастья у тебя, прямо сейчас! You need, sometimes, a bucket of cold water to wake you up! A family stronghold. It's a fear of a happy family. I see those people everywhere. У меня у бабушки развод, у мамы развод, и у меня развод, конечно, будет. У него ещё нет, но он уже готовится. My grandma has a divorce, my father has a divorce, and I'll have a divorce. This is happening. You hear this? То есть, мы даже не даём шанс себе на счастливую победоносную жизнь. Мы придумали себе провал. И, конечно, мы по этому плану успешно продвигаемся вперёд. Бог говорит, возьми свой план провала, который ты нарисовал и создал, и перепиши его на план успеха, и я буду помогать тебе каждый день. Ты хочешь что-то изменить? Я хочу сейчас просто сказать тебе, включи свою волю, и ничего не сможет тебя остановить. Ничего! You want to change something? I'm telling you right now, turn on your will, and nothing will derail you or change your mind. Общественная твердыня. Social stronghold. Общественная твердыня – это страх, что ты не состоишься как личность, и ничего не достигнешь великого в своей жизни. Social stronghold is a fear that you will not become as an individual, or successful as an individual. И мы почему-то черпаем силу от лентяев и лоботрясов, чем от людей, которые что-то достигли. Вы заметили? Мы себя оправдывать начинаем. Ну, я в дерьме, потому что, ну как, роднее как-то все. Вы не представляете, какие ресурсы ждут вас. Но мне Бог сказал, до этих ресурсов доступ есть только у воли, не у желания, не у мечты. У воли! Ты можешь мечтать за мечтаться, тебе сны будут сниться, но ничего, твоя воля должна поднять твою задницу и достичь то, о чем ты мечтаешь. Извини за язык, сегодня я с тобой не как пастор разговариваю, а как тренер. Я помню, когда, знаете, ходил на кружки, там, борьбы бокса, там, и тренер со мной не разговаривал, но ты понимаешь, ты должен найти в себе силы. Он сказал, еще раз пропустишь, больше сюда не приходи. О, я быстро начал вовремя приходить. Я ходил на фитнес, и я ходил в хрень, и я ходил в хрень, и я ходил в хрень, и теперь сейчас меня выкинут, и у меня сразу мотивация просто снова. Будельник вовремя начал звенеть. Лиши свою волю опцией слабости. Точка. Ремоу опцию провалиться, не получится, не может. Буду падать и вставать пока не сделаю то, что... Подняли это слабое поколение, всем нужны психологи, всем нужен какой-то массаж ментальный. Боже мой, иди научу. Правая нога работает быстрее, чем психолог. Твоя душа никогда не может участвовать в процессе твоего роста, потому что душа всегда избирает, знаете, ну путь полегче, поприятнее минимум. Душа, вы знаете, она всегда обходит все тяжелое. Она не любит пот, кров, крики, она не любит напряжение. Душа любит покой. Душа сядет с тобой, она с тобой сделку сделает, почему сегодня в спортзал нельзя идти. Не то, что не можешь, нельзя. Представляешь, ты утром просыпаешься, блин, и у тебя вместо того, чтобы поговорить с волей, ты начинаешь договариваться с душой. Ну, и рука слабая, правая сегодня. Ой, сегодня я так засиделся, вот это, блин, боже, ой, забыл и наелся. Я вам все сейчас ваши отмазки расскажу, потому что я сам через это проходил. Ты уже в машину мешок, свою сумку спортивную кинул, кеды кинул, уже все кинул, уже в машине едешь, а душа умоляет, нельзя сегодня ехать, ковидом забылеешь. Ты кому-то знакома разговор с душой? Ты familiar? Conversation with the spirit, with the soul? Вот поэтому мы с вами буксуем по 10 лет, потому что каждое утро мы начинаем разговор с тем, кто не на нашей стороне. That's why we are peeling out years and years afterwards, because we are talking to a wrong being in the morning. No, мы разговариваем с личностью, которая не хочет никуда идти, ничего делать. With a being that doesn't want to do anything. Она не на твоей стороне. It's not on your side. А воля? Она сидит и говорит, вот тварь опять. We'll sit there like, shut up. Да дай мне тебя включить. Can I turn you on? Не можешь идти, ползи! You can't walk, crawl. Больной, одел маску и поперся. Sick, put on a mask, go. Убрал опцию не посещать спортзал. Убрал! Remove option not to go to gym. Больной пришел и просто посидел в спортзале. Просто посидел. Просто приучать, ходить. You're sick, you come to the gym and you just sit there because you can't move. Просто посидел два часа, посидел, посидел. Work out your eyelashes. Понятно, позаниматься не смог, ты больной. Но по крайней мере, ты своей душе сказал, посидим. It doesn't matter, you're sick, but you told your soul, your soul, we're going to sit. То же самое в социальной, в финансовой сфере, в семейной сфере. Везде ты должен перестать договариваться с душой, с этой тварью. Every sphere, every sphere, family, financials, socials, stop talking to the soul, to that being. You're sitting conversating with your soul and it tells you, your wife hasn't told you that she loves you for two weeks. А душа же она тварь, знаете, она же хочет все, она же хочет саботаж твоей семье сделать. И ты такой сидишь и убеждаешься, да, наверное, она кого-то завела себе уже. А воля тебе говорит, а ну, поднял свою задницу, пошел обнимать и целовать жену. Оказывается, она никого не завела, у нее просто была плохая неделя, а у тебя, красавца, даже не было возможности спросить вопрос у нее. She doesn't have anybody, but you, you're a butterfly, you don't have a chance to go even ask her if she had a bad week or not. Вы заметили, как воля все берет на себя, душа все складывает на соседа? Что угодно, только не сделать то, что воля хочет, и ты хочешь, ты же хочешь. Everything, but not to do what you or your will wants. You want it. Why are you even debating with the soul? Потому что у души аргументы классные. У души аргументы сильные. Oh, the soul has a very strong argument. Да, она убеждает. То есть, если воля просто говорит, иди встань, душа тебе начинает целую книгу, энциклопедию открывать, почему не надо сегодня вставать. Will tells you get up, soul starts opening a whole book of why shouldn't you get up. Знаете, вот еще одно твердение есть, духовное твердение называется. И их много, мы так, чуть-чуть возьмем и пойдем дальше. There's more, we'll just share some. Молитвы не работают, посты ничего не производят. У кого-то помазание, у меня ничего нет. Prayers don't work, fasting doesn't happen. Somebody has anointing, I don't have anointing. Я тебе говорю, приходит момент, когда посты и молитвы больше не нужны. Нужно встать и сделать. There are time comes where fasting and praying don't need anymore. You have to get up and do it. Идти и открыть физические двери. Все. Go and open up physical doors. Понимаете, Библия всегда состоит из двух компонентов. Давид сначала молится, как воевать, а потом берет меч и идет воевать. Библия всегда есть компонент ожидания, вопроса и разговора с Богом, и потом есть физическое действие, которое твоя воля и поднимает и делает. There is moment when people conversate with God, but then there is a physical act that you actually do in the Библии. И знаете, что я понял? Мне лучше дружить с волей, чем с душой. Потому что, когда душа тебя уложила на диване, она же и говорит потом, ну ты растолстел, тварь. Ты такой, это ты виновата! У тебя уже третий донат заезжает. When a soul puts you on the couch, it put you there, but then it tells you, oh, you're such a fat guy now, you have a third donut. А мне нравится воля. I love will. Воля вознаграждает тебя, знаешь чем? Уважением к себе. Will. Will respects you, rewards you with respect to yourself. Понимаете? Она тебя награждает. Ты сделал действие, ты заменил вот эти все экскьюсы, все эти отмазки на действие. И ты чувствуешь, как воля тебя вознаграждает. Ты едешь в машине, она тебе говорит, мужик, красавица. Will rewards you because you change all these excuses and you're driving back and you're like, what a guy I am. Or a gal. Воля вознаграждает тебя уважением к себе. Это ты не намолишь. Сразу говорю. You will not pray this up. Да-да. Есть вещи, которые нужно сделать. There are some things you have to do. И вы знаете, заметьте несколько, вот давайте я вам дам несколько примеров, как мы с вами вообще настраиваем нашу волю. Как это работает все. В том же самом кружке по борьбе у нас всегда была утренняя пробежка. То есть мы приходили и мы начинали сразу с разминки и небольшой разбежки кардио-сердца перед тем, как начать тренироваться. И прикол был вот в чем, тренер никогда нам не говорил, это пробежка на 2 километра или на 5 километров. И coach never told us, is it 2-mile or 5-mile run. Я такой прихожу, сегодня может или не будем бегать, или будем бегать 2 километра. И самое интересное, тренер говорит, встали в ряд, друг за другом, побежали. Там такое кольцо у нас было, и мы по этому кольцу бегали. И говорит, сегодня пробежка 2 километра. Я знаю точно, где 2 километра заканчивается, и сколько нужно пробежать кругов. Вы знаете, о чем я говорю? И ты бежишь вокруг этого кольца. И ты знаешь, вот сейчас вот здесь, вот здесь, заканчивается 2 километра. И ты еле ползаешь до 2 километра. Потому что ты настроил себя на 2. Потому что ты настроил себя на 2. Прикольно! В следующий раз приходим, тренер говорит, сегодня 5! Next morning we'll come and coach says 5. Я такой, блин, 5. Ну, бегать так бежать, с тренером спорить бесполезно. Будешь сидеть, ну короче, выкинет тебя. Это наши украинские тренера, они тебя мотивировали ударом взад. Это не американцы, которые тебя помассажируют. И он такой, мужик, знаете, военный, 5 километров, побежали! Знаете, что я заметил? Я пробегал марку с двумя, отметку с двумя километрами и что-то даже ее не заметил. I was passing the mark with 2 miles and I didn't even realize it was there. Знаете почему? Потому что моя воля настроила мое тело на 5. Because my will tuned my body on 5. Кто-то услышал сейчас меня? You hear me? И я не понял, почему мое тело вчера отреагировало и еле, блин, да полз. Спасите, 2 километра, вот. Why is yesterday my body barely made it to 2 miles? А сегодня я 3 пробежал! И вообще даже как-то и второе дыхание открылось, и вся тема пошла. Уже 5 пробежал, могу уже и 6. Today I'm on a mark of 3 and I have like a second breath and I go faster. А Бог говорит, сынок пойми одну вещь, твоя воля даже дает тебе энергию для совершения определенного задания. Ты не можешь, потому что каждая твоя клетка уверена, что она не может. ты ее убедил доползаем доживаем да и да и да ты ее убедил ты ее убедил мы are crawling мы are arriving и твое тело реагирует именно так Бог говорит я создал семья я видел видео где поднимали упавший вертолет потому что он упал на сына одного из фермеров family I saw the video they were lifting up a helicopter because he fell on the sound of one of farmers летит вертолет который орошает поля что-то случается и он падает и он падает туда где как раз был сын фермера и когда показывали это какое-то старое видео он одной рукой поднял вертолет а другой вытащил сына и никто не понимает как это произошло семья вы не представляете на что мы способны если мы возьмем нашу волю и используем так как Бог ее нам подарил семья я так обижаюсь на себя что до меня дошло это поздно потому что я понимаю что я мог бы достичь еще больше вещей о которых мечтал и которые я хотел но я благодарю Бога что мне было это открыто и я хочу вам подарить этот ключ ты все можешь просто с самого утра скажи Бог дай мне силу волю мудрость и я могу я сделаю я выйду победителем из этой ситуации пойми можешь ты можешь абсолютно можешь ты должен поймите воля это духовный аспект помещенный в наше тело тело никогда не может быть сильнее воли ты слышишь меня воля это невидимый духовный аспект находящийся в теле воля должна управлять физическими элементами на этой земле для меня знаете что прискорбно мир многие в мире это поняли и используют это для строения царства тьмы а христиане мытые кровью крещенные святым духом заряженные огнем Бога убедили себя что они ничего не могут и Бог мне сказал перестань слушать всех открой мое слово и слушай только меня вот ребята как мы с вами тренируемся потому что хотим мы то или нет хотим мы то или нет мы перенимаем всегда какой бы учитель или пастор не был мы всегда переймем его лимиты кто-то понимает у всех есть лимиты все борются с лимитами вот почему ты должен общаться с безлимитным Богом и читать безлимитное слово ты слышишь меня вот почему Библия говорит не называйте никого учителем это не то что вот сейчас я учу вас это не об этом не называйте никого целью во что вы превращаетесь кто-то слышит меня потому что чуть попозже он говорит каждый ученик станет как точно как его учитель вот почему ты можешь меня слушать принимать подтверждения но не учиться у меня вы понимаете что я говорю учиться учитесь у него я просто говорю о принципах о ключах но я в принципе не учу учу я объясняю как учитель эти вещи но учиться ты должен у него он говорит называйте я только учитель могу быть вот почему я уважаю учителей и апостолов но извините меня я учусь у моего Иисуса Христа при всем уважении кто-то понимает я отдаю честь учителям честь апостолам они великие люди но Библия говорит учителям тот в кого ты превращаешься должен быть только Иисус Христос я уважаю учитель я уважаю апостолов но Библия говорит кто вы учите вы становитесь так что я учусь я учусь я учусь Иисус наш учитель Иисус он будет учить вас тому же что я учил он будет продолжать учение мое семья вот почему мы называемся сынами Бога потому что нас учит и тренирует сам Бог но здесь нет гордости здесь есть понимание кто-то старше кто-то младше во Христе мы все понимаете семья мы все движемся в достижение и победу над собой понимаете прогресс себя в своих глазах перед Богом вы заметили еще один момент как мы настраиваем волю это я по себе заметил помните церковь кто был здесь вначале когда церковь началась мы много постились помните да много постились помните когда церковь началась и много посетителей много постились неделя две недели три недели иногда по три дня постились все зависит от того какая была битва то есть мы строили нам нужно было очень много мудрости и силы когда мы строили мы нуждались мы нуждались мы нуждались мы нуждались и силы иногда мы пастали по три дня или три недели это был прям сезон прям Дух Святой повел нас в пост и молитву вы знаете я заметил как только Бог мне говорит паститься три дня три дня тяжелые когда мне Бог говорит паститься две недели у меня неделя она легкие пролетает когда Бог tells me too fast for two weeks the week flies by like nothing почему why опять почему ты еле еле дотерпел три дня это все потому что ты убедил и настроил себя ты дал себе программу before you barely made three days here you're flying through a week because you gave yourself a program a will вот почему Библия говорит в языке человека жизнь и смерть ты слышишь меня that is why Bible says in the tongue of a human is the life and death и тот кто умеет этим пользоваться Соломон говорит он говорит обогатит себя я говорю с современного периода он черпнет оттуда богатство and who can use that he will grab from the treasures of God то есть мы должны учиться в языке я умоляю тебя прямо сейчас любой человек который в депрессии у тебя нет депрессии ты убедил себя что у тебя есть депрессия депрессия просто приходит от того что ты ничего делать не хочешь и не делаешь right now right now if you have a depression it's not a depression it's you told yourself that there's a depression it's because you don't want to do anything use the strength of words а докторам выгодно иметь людей которые убедили себя что они больные докторам выгодно иметь по жизни больных людей тебе не таблетка нужна тебе нужна мотивация к жизни you don't need another pill you need motivation to live твое тело само Богом создано исцелить себя от любой ерунды your body made by God to heal itself from any old junk или наоборот неправильная программа неправильная молитва неправильное исповедание уничтожает тебя ты умираешь ты ссыхаешься or opposite wrong prayer wrong setup wrong program it destroys what's built in you помните я вам рассказывал историю давным-давно в Америке сделали эксперимент два дома престарелых было настоящий эксперимент я это смотрел я был в шоке sharing a story there was two elderly homes same и говорит сделали в одной подарили всем животных попугайчиков котиков собачек рыбок что они любили подарили всему дому престарелых подарили животных so one they gave pets like dogs cats parrots whatever they chose whatever they love другой стороны дома настоящий эксперимент не дали ничего ни рыбок ничего просто старые люди доживают свою жизнь статистика доказала тот дом прожил процентально от 10 до 15 лет больше потому что у этих бабушек была цель просыпаться и кормить попугайчика каждое утро кто-то понимает болезнь не могла взять человека потому что бабушка даже в преклонном возрасте заставляла себя вставать и кормить своего котика вы понимаете насколько сильно то что бог подарил нам дьявол просто удерживает тебя от этого откровения я умоляю тебя пожалуйста не сядь сегодня в машину и не придумай себе опять отмазку у каждого из вас из нас есть сфера в которую нужно бросить вызов и должна воля взять на себя ответственность все из нас все из нас есть сфера который требует прожил и требует быть victorious один человек я не знаю что я с детьми такой недобрый только дети что-то делают я говорю начинай любить их вместо того горчать подошел обнял один человек я не знаю почему я так баркотый с детьми они делают что-то я просто баркать от них и я скажу мы начнем любить их я говорю делай это обнимай просто ломай себя прикажи своей воле заткнуть свой рот и любить своих детей а не ломать их характер поначалу дети я иду обниматься а дети шугаются они думают сейчас по морде получат знаете у них реакция другая была он сынок говорит папа не бить тебя будет иди я тебя обниму одно решение этого человека соединилось жену и семью вместе он это в себе ненавидел это зло и это отрывно женой на детей он ненавидел и простое решение волей просто исцелило его и семью он 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 постоянно писал знаете пишет я опять сегодня сорвался опять поссорился с женой опять оторвался на детей опять сижу один я иди проси прощения не могу можешь встал и пошел Попросил прощения. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Вроде все восстановилось. То есть ты должен помочь человеку. Запусть семья. Мы можем все, когда хотим. Мы слишком много чести отдаем дьяволу, у которого никакого контроля над нами нет и не было. Абсолютный ноль. Он знает, кем ты создан, по образу кого ты создан и что тебе подарено. Библия говорит, вас истина свободно сделает. Не молитва, истина. Просто придет до тебя, откровение, скажет, и все. Библия говорит, что правда сделает тебя свободу, не плачет. Правда будет открыться к тебе. Ты понимаешь, ты получаешь часть истины, и ты просто понимаешь, кем ты, кто ты, для чего ты, и ты начинаешь побеждать. Семья, вы удивитесь, насколько придет любовь и уважение к себе, почет к Богу и к подарку, которому он тебе дал. Когда ты начнешь использовать волю правильно, поначалу это будет, то будет со скрипом, но ты будешь удивлен. Семья, я всегда говорю, я никогда, я никогда не разрушу мою семью, потому что я принимаю это решение. Кто-то понимает, я всегда буду любить мою жену, потому что это мое решение. Знаете, некоторые сидят, ну Бог усмотрит, Бог уже усмотрел, подарив тебе волю. Люди говорят, Бог's will, ну, Бог's will to give you the family. Нет, Бог's will to give you the will. The will. Его will is your will, но он хочет тебе учить эту волю. Вы что-то берете сегодня от тренера Андрея. Как мне хочется, чтобы вы это поняли, семья, не молитва вам нужна, нам нужна правильное желание, мотивация. Ты должен понять, что ты рожден победителем, вот почему поражение для тебя неприятно, поймите это. Знаете, я вам объясняю, знаете, когда создается рыба, она себя чувствует самопрекрасно только в воде, только в тех элементах, где она была сотворена, то есть она там наслаждается. Знаешь, почему ты страдаешь в провале, в ошибках, в грехах, потому что это ненатуральная среда обитания, ты рожден жить в победе. Семья — это не шутки, это не какая-то вещь, которую я живу так, я бросил себе вызов, и с каждым днем я работаю со своей волей, достижением мечты, которую Бог поместил. И поверьте, дьявол ничего не может сделать, если это я, не сделаю сам себе. И верю мне, дьявол не может сделать ничего, если я не позволяю ему сделать это. Нет, дьявол я не попутал, он просто тебе вовремя дал идею, на которую ты клюнул и сам все сделал. Ты своей волей сделал это все. Ты создал план, ты создал план своего провала, успешный план, и провалился классно. И потом сидишь такой, потерял все, ни жены, ни бизнеса, ничего, провалил профессионально, так как планировал. Ты слышишь меня? Так, как запланировал. То есть ты же в голове сказал, наверное, все, потеряю это, потеряю то. Ты себя так красиво запрограммировал, даже не дал себе шанса на успех. А, Иисус, поймите, если это тебя не зажигает, я не знаю, чем тебя, тебя надо реанимировать. Я вам всем говорю, дорогие, это не преувеличение. Вы все абсолютные победители. Вы рождены побеждать. Я это понял, что это моя натуральная среда обитания, когда я туда шагнул, и я сказал, я буду победителем. А ошибки, это всего лишь процесс входа в победу. Ты слышишь меня? То есть если я ошибся, это не провал. Это путь, как встать, переоценить и сказать, а я сделаю теперь по-другому и победить. Ты слышишь меня? If I made a mistake, it doesn't mean it's a fail, it's basically, it's an experience that, okay, it didn't work, I won't do it next time, I'll do something else. Перестань сидеть и оплакивать каждую неправильную фразу. Боже, боже, что теперь делать? Не съешь ты ее назад уже. Move on. Quit crying about this phrase that you did, or you said something, stop eating and you're throw up. Move on. Кто-то слышит меня? Встань, все, переоцени. Если нужно попросить прощения у Бога, попроси. Нужно попросить прощения у ближнего, попроси. И двигайся к победе, для которой ты рожден. Rise up if you need to ask forgiveness from God, ask. If you need to ask forgiveness from person, ask and move on. И вы знаете, я потом начал побеждать. Начал побеждать в своей духовной жизни, в семейной жизни, в социальной, в духовной. Я такой, блин, это же так классно, я тут жить теперь хочу. У некоторых христиан победа, это как, знаете, раз в год выезд на природу. Как хорошо на природе, раз в год выехал. It's so awesome to be camping once a year. Господи, костер, речка, рыбка, как хорошо. Раз в год победил. Victorious once a year. Oh, there's fire, there's fish, there's river. Дорогие, я сделал победу моим домом. Я на месте победы выстроил замок. Я сказал, тут я буду жить. Ну, иногда выхожу. Ну, бывает. I made a goal to create a kingdom, to create a castle, and it's my house. I lay, I'm there. Sometimes I walk out. Победа — это твое место обитания. Victory is your place of dwelling. Самое прекрасное настроение, когда ты побеждаешь. Very awesome mood is when you're victorious. Самое прекрасное удовлетворение, когда ты живешь в победе. Very awesome satisfaction is when you live in the victory. Потому что Бог тебя создал, как рыбку, поместил воду. Тебя взял твою волю и поместил в победу. Because how God put fish in the water, He put you and your will in the victory. И победа приятна только тогда, когда ты побеждаешь. Не за тебя побеждают. Ты слышишь меня? And the victory is very satisfying when you're victorious, not somebody fights for you and victorious is for you. Кто понимает? Чья-то победа — это чья-то победа. Но когда я встал, я сделал, я достиг, я поприсал прощения, я сказал, я тебя люблю, я решил проводить время с детьми. Воу! Начинается удовлетворение. Этот стимулятор или мотив мы называем приоритеты. Что для тебя является жизненным приоритетом? Что является для меня жизненным приоритетом? Наследие. Легаси. Кто-то слышит меня? Ты слышишь это? Мне даже не интересно, что я сейчас сделаю. Мне интересно, что я оставлю следующему поколению после себя. Могут ли они с меня тренироваться и учиться с этого примера? Ты слышишь меня? И я говорю, Бог, дай мне мотивацию. И он мне подарил мотивацию. И он говорит, я хочу сделать с тебя пример. Я хочу, чтобы ты наслаждался с твоей жизнью. Я хочу, чтобы ты побеждал и передал это наследие другим. Кто-то понимает? Представь, вот это мотивирует тебя не грешить, не блудить, не пить, не гулять. Проводить время. Кто-то понимает? Мотивация оставить наследие. Кто-то понимает? Потому что, когда тебе подарена мечта на наследие, ты будешь очень внимательно писать свою книгу жизни. Кто-то понимает? То, что на тебя там кто-то льет грязь, религия, все это ерунда. Твоя жена знает, ты сильный человек или ты балабол. Знаете, как приятно, когда ты утром просыпаешься, обнимаешь свою жену, там кофе завариваете, и ты видишь в ее глазах искорку уважения к тебе после 30 почти лет жизни. Боже мой, да, ты кого-то можешь заставить себя уважать, но твоя жена знает точно, кто ты. И вот ты точно тут не нагреешь никого, потому что в описании твоей книги жизни будет очень сильно участвовать твоя жена. И Бог мой, you better impress your wife. You will not fool anybody here, because in your book of life, there'll be a lot of presence of your wife there. Она быстро откорректирует твою книгу. Она скажет, а вот здесь ошибочка была. Ты был старый злой пердун. She will swiftly correct your book of life. She's like, there's a mistake. He was an old fart, grumpy. Меня даже не интересуют побочные эффекты моего влияния. Меня волнует мой личный эффект, который зовут моя жена и мои дети. It doesn't matter side effects of what I do. What matters to me is my kids and my wife. К примеру, давайте порассуждаем. К примеру, маленький эксперимент. Человек не может бросить курить. Курил как паровоз всю жизнь, не может бросить курить. Small experiment. Personal cannot quit smoking. Пробовал всякие там то и сё и таблетки и наклейки и всякие штампики и чё он только не пробовал, ничего не работает. Tried everything, patches, stamps, everything. Nothing works. Представьте такой сценарий. See this scenario. Этого не было, это я просто придумал. Подумайте просто. У тебя дорогая машина, прекрасный огромный дом и очень успешный бизнес. You have an expensive car, a great big house and very successful business. И у тебя серьезная зависимость от курения, к примеру. And you have a very strong smoking addiction. И к тебе подходят люди и говорят, подписываешь контракт. And you're approached by people saying, sign this contract. Если ты затянешься хотя бы один раз, и мы проверим, если никотин в твоей крови будет, ты теряешь всё. В тот момент, когда закуришь, затянешься один раз. If you puff once and we check the nicotine in your blood, you will lose everything. Знаешь чё? Не только твоя воля, твой организм тебе скажет, бросаем. Семья, вы должны понять, мы не можем не потому, что мы не можем, а потому, что нет достаточной мочевации, почему я должен это бросить. We do not, we can't, we can't, not because we can't, we can't because there's not enough motivation, why should we? И мне Бог говорит, перестань врать сам себе, можешь. Просто сидишь и убеждаешь себя, я слабый. Знаешь, что говорит себе, я слабый? Кто говорит себе, я ничего не могу, это только тот, кто может всё, он убеждает себя, что он не может. Вы чувствуете, куда мы идём? Потому что ты всегда убеждаешь себя в противоположном, чем кем ты являешься. Это значит, ты сидишь, не могу, не получится, это значит, можешь и получится. Тебе просто нужно убедить себя, что не получится. Семья, поймите, мы не сможем изменить нашу натуру, которую Бог нам подарил, мы не сможем. Нам просто нужно изучить то, кем мы и как мы созданы, и изучить инструменты, которые Богом помещены в нас, и научиться ими пользоваться, хотя бы до конца нашей жизни. В действительности, семья, мы сами являемся создателями своих твердынь. И твердыни работают, чужие никогда твердыни не сработают. Заметьте, твердыня работает, только твоя. Ты должен построить для себя непобедимого врага. Ты должен построить стены, которые невозможно развалить и убедить себя в этом. Другими словами, дьявол, он на этом выигрывает, что он твоим умом и сознанием, которое дал тебе Бог, частью Бога, ты должен, можешь себе представить? Ты должен, тебе дана частица Бога внутри, ты должен Богом внутри себя выстроить непобедимые вещи. Это ты понял, что я сейчас говорю. Объясню для первоклассников. Ты создан быть создателем, слышишь меня? Как ты создаешь? Вот это и есть процесс создания. Мы садимся. Бог показывает нам картину. Или ты хочешь что-то достичь, потому что ты чувствуешь, тебе нужно туда идти. И здесь у тебя должна включиться часть Божества, часть Творца внутри тебя. И ты начинаешь создавать для себя сценарий творения. Я пойду, я выучусь, я сделаю, я достигну, я построю, я не потеряю, я буду победителем. Кто-то понимает, ты выстраиваешь сценарий. И ты начинаешь двигаться по своим чертежам победы. Или наоборот, ты этими же самыми инструментами творения творишь проваленную семью, нищий счет на банке, абсолютно отвратительное отношение с людьми. У тебя нет друзей, у тебя сплошной провал, одна депрессия и разочарование. Другими словами, никакой грех, алкоголь, никакой курение не имеет силу. Мы наделяем алкоголь, мы наделяем бутылку силой, и мы наделяем силой, которую мы не можем победить, и мы соглашаемся с этой силой. Почему людям нравится строить твердыни? Потому что мы любим снимать с себя ответственность за поражение. Рука-лицо. Мы любим строить непобедимого врага, чтобы себе доказать, я не могу. И это предоставляет тебе удовлетворение, или, по крайней мере, минимальный покой. Зачем стараться? Я не могу. Ты понимаешь? И здесь сразу, конечно, не можешь. Ладно, сиди уже. Бог тебя и так любит. Просто перед тем, как сдохнешь, попроси у Бога прощения. Ну, знаете, как в основном писятники молятся. Господи, дай мне перед тем, как меня прихлопнет, да, хотя бы чуть-чуть сознания, чтобы успеть попросить прощения, и хотя бы как головня из огня попасть. Что это за процесс, который заставляет включить победу? Семья — это воля и твое реальное решение. Это воля и твое реальное решение. Я для себя поставил целью. Я для себя поставил целью. Вся моя семья. Моя семья. До того, как я вышел. Поймите, я почему-то сильно сражаюсь, потому что вся моя семья, мама, папа. Понятно, Господь простил и помог, но все было абсолютным провалом. То есть, другими словами, мама тянула за двоих, все, она делала, что могла, но я смотрю на своего отца. Вы же понимаете, да? Мы обычно мальчики копируют своих отцов. Вы знаете, когда я приехал в Америку, когда мы женились, я сделал список, сфер, где отец провалил. Вы знаете, что самым первым мотиватором стало моей жизни? Вот этот список, который я описал, где провалил отец. Отец провалил практически все. Единственное, наверное, что он не провалил, это он был добрый и он любил котов. Я это тоже достигну, как бы, там мы уже с ним, у него было три кота, у меня три кота. Все нормально. То есть, поймите, это немножко смешно и иронично выглядит, но я создал список. И у него было провалено все. Духовная жизнь. Он был зависимым от курения, от алкоголизма. Он был абсолютно слабым человеком. Он не мог принять никакого решения и исправить свою семью. Другими словами, все, я описал все. Я говорю, Бог мой, это полный провал, батя! Я написал все, где он уничтожил, family, major things, spiritual things, physical things, and I wrote it down, and I'm like, this is complete failure. Я положил этот список, встал на колени и говорю, Бог, дай мне силу стать просто победителем, не просто победителем, а чемпионом в каждой серии. And I laid this list down, I asked God, help me be victorious, not only victorious, but be a champion in every of these spheres. Провальная семья у меня будет самая успешная семья. Кто-то слышит меня? Failure family, I'll have most successful family. То есть неважно, нищета у него была, сопровождала его всю жизнь. Я сказал, этого не будет никогда в моей жизни, в моей семье. I said, things were chasing my family, but I said, this never will be in my family. Я хочу задать вопрос тебе, чем ты кормишь твою волю? I want to ask you a question, why do you feed your will? What does motivate your will get up every morning? Or you just being here? Get on your knees in front of God and ask Him to give you motivation for what you have to live this life. Because you're washed by the blood, you're going to be with the Father, but this is not the answer, this is not to live to fail your life. I don't want to be just saved, I want to be successful. Two different things. Not all saved people are successful. Ну, Боже мой, далеко не все. К сожалению. Так, мне надо закругляться. Я так думаю. Хорошо, давайте одно место из Библии. Ну как, потому что сейчас там все 50 говорят, если место не прочитают, нет Бога тема. Let's open up a place in the Bible because we will be judged by the Bible thumpers. Улегализируем эту тему, сделаем ее духовной, прочитав место из Библии. We'll legalize this preaching, we'll make it a spiritual reading Bible. Смотри, что пишет Соломон. Никто не спорит, что это был мудрейший человек. Давайте прочитаем вот это место из Библии, притча 16-32. See what Solomon writes, and nobody can disagree that he was the wisest man alive. So he writes in chapter 16, verse 32. Терпеливый лучше воина. Wow. Better a patient person than a warrior. Стоп, стоп, давайте задержимся. Let's camp here. Вы знаете, что такое уметь терпеть? You know what to have patience is? Это твоя воля просто тебе говорит не реагировать. Можешь себе представить, твоя способность не реагировать или быть спокойным во всех ситуациях делает тебя намного выше воинов. It's your will to be patient, patient to stop and not act certain way how you should react to the situation. and it makes you better than a warrior. And when I read this place in the Bible, I asked God, teach me to be patient. You know how God teaches you to be patient? Thank you, Father, you're out. He dumps thanks on you That natural reaction is anger and hate. You're supposed to answer it with your fists up. You bite the lip and you do what he did. I don't call you. I will not say kaka on you. Patience is, oh my God. And you know, after time, I learned to be patient. And then I used to be patient. And the patient became part of my life. I love my patience. I am very short-fused and patience was on the bottom of my list in parentheses and with cotentions. When we got married, my wife was like, what's, how, what I'm going to tell to people, you are freaking animal. Because in streets, you first hit and then you ask, oh, sorry, buddy, I didn't think it was you. You hit first, ask questions later. And Sveta said, I'm your wife, don't need to beat me. I mean, I've never caught up with myself. I'm just saying words, words. And don't get me wrong, this is my wife. I wasn't hitting her, but like, this is just example. Yeah, verbally. Verbal punch. And God said, God, why do you have this talent? It's just a talent to you so, as no one does. Even Satan can't come to such a talent. The wife knows all the pain points. And right on them, she just plays on them. Just a genius. The wives have this talent, that's given to them. They know all your pressure points, and they play them like a freaking organ. Seriously, she just plays on some kind of a genius. Like Shakespeare. I always have to say the last word. And she ends. You understand? She does this note, and I say the last word. And I think, when it ends? I have to say the last word, but she always wants to comment on my last word. And I sit, I'm a crooked, my eyes fall, and I need to close, because the wife doesn't close, and she doesn't close. Do you want patience? Get ready. God asking me, you want patience? Here I am sitting, tweaking on my left eye, because it shows me which way the roof is sliding. And then, but I can't shut up, because my wife... You know, I've lived with a man 10 years. You live with somebody for 10 years, and she's studying up how to masterly beat you. And when something happens, back to Shakespeare. You guys didn't have me last Sunday, so forgive me, I am wrapping up. I'm taking my sweet time. Look, I remember the time when I had a serious conversation with God. I asked God, how can I be in the position of victory? How can I place that forward in my life? Знаете, ответ Бога был настолько простым, мне аж стало стыдно за себя. Он сказал такую простую фразу. Он говорит, сын, с этого момента до конца твоей жизни убери из всех твоей сферы жизни опцию проигрыша. He said, son, from this point, moving on, remove the option of failure out of all spheres of your life. Другими словами, он говорит, физически подойди к каждой сфере и убери неуспех, провал, и что-то у тебя не получится. Убрал. He said, physically go to the sphere and remove failure. Потому что Библия говорит, праведник успешен во всем, а я практикую мое Евангелие. Семья. Because Bible says, righteous is successful in everything, and I'm a practical Christian, so I am practicing my scripture. Ты успешен, ты успевай, you're successful, you are successful. все, чего не касается рука праведника, Давид пишет, будет успешно. Bible says, everything that hand of the righteous touches will have success. О, будет семья. Will be family. Опять я повторяю, я не просто убеждаю, что вы там сильные, или победители, там пытаюсь тебе мотивацию сказать, я тебе говорю, ты уже этим человеком являешься. And I'm not trying to make up your mind, you are trying to build you up, that you're successful, you're victorious, you are already that person. Абсолютно. Тебе просто нужно это осознать, нажать на правильные кнопки твоей воли, и просто встать и сказать, до этого момента, и не далее, больше никогда этого в моей жизни не будет, или наоборот. А теперь мы начинаем делать то, что я всегда боялся и не мог. Опять повторяю, ошибки, падения, какие-то там спотыкаться будут все. Это всего лишь натуральный процесс, это не ошибка, это не какой-то неправа, это натуральный процесс движения человека к победе. This is natural process in a victory, moving in a victory, you will trip. Просто что-то ляпнул, вот почему тебе подарено время, потому что у тебя всегда есть возможность завтра сделать лучше. Хочешь стать победителем, хочешь войти в свою натуру от Бога, то кем ты был рожден, убери опцию сдаться и провалиться. Убери все. После этого слова прошу тебя об одном. After this, ask you one thing. Never say to God or to you, close ones, I can't. I beg you, word I can't destroy. It doesn't even exist in your literature anymore. And honestly tell yourself and others around. I simply don't want enough, don't have enough desire. Amen. Давайте мы поднимемся в себя. Воздайте славу Иисусу. Мне аж самому понравилось. Такое слово себя аж смотивировал. I love this word, because I motivated myself. Amen. Можно, да, немножко. Просто сейчас, опять же говорю, это как раз та тема, на которой молиться не надо ни за кого. На этой молитве помолись за себя и о принятии решения изменить вещи в своей жизни. Просто скажи, дорогой Иисус, дорогой Дух Святой, укажи мне сферы, которые наносят боль ближним и мне, и помоги мне привести их в полный порядок. И не важно, что Бог покажет. Согласись и попроси у Него мудрости и крепости это сделать. И не важно, что Бог показывает, accept it and ask Him for wisdom to accept it. Я просто очень хотел, чтобы моя жена уважала меня и не уважала меня из-за того, что я заставил ее по-религиозному уважать, а именно уважала как мужчину в своей жизни. I really wanted my wife to respect me and respect me because I built the plan according to religion. Поставь план. Просто скажи, Бог, пожалуйста, помоги мне. Make a plan and ask God to make that plan for you. Просто пусть Он покажет тебе картину твоей жизни. И если какие-то чертежи в твоей жизни были не получатся, не провали, просто эту сферу или убери из своей жизни, потому что все сферы, которые в твоей жизни будут даны Богом, они будут побеждены и ты будешь победителем. If you had sketches of failure, remove them because from now on all the sketches will have victory. Не занимайся тем, что не твое. Do not do what's not yours. А то, что твое, ты там по умолчанию уже победителем являешься. But what years by default you are victorious. Отец, я прошу тебя, коснись наших братьев и сестер не только здесь, но и в онлайне. Father, I ask you touch our brothers and sisters not only here, but worldwide, online. Я прошу тебя, коснись сейчас сердца и помоги подняться из праха. Просто встать. Touch their hearts and help them to rise from the ashes. Прямо сейчас исцели сердце от провалов и от соглашения на провалы. Right now heal the heart from failures and acceptance of failures. Пусть сейчас придет крепкая, сильная воля, которая подарена Богом, встать и все изменить. Let right now the strong and will come that was given to you by God. точно так, как было с Гидеоном, который когда-то прятался в горах. Same thing was with Gideon that was hiding in the mountains. Который стал самым великим человеком своего времени, потому что у него была сила и это была воля. И Бог сказал, с этой силой иди и побеждай. Он возненавидел врага, он возненавидел нищету, он возненавидел все, и он встал и без меча, без оружия победил. Он не любил повреждение, он не любил врага, он встал и без света был виноват против врага. О, Бог ищет этих людей, которых достало все, и они хотят настоящих перемен в своей жизни. И Бог берет тебя и употребляет это. Я когда-то сказал, я не буду в церкви, в которой нет Духа Бога. И когда я не нашел то, что мне нравилось среди русскоязычного населения, Бог сказал, иди и открывай. И когда я не нашел то, что мне нравилось между славиками, Бог сказал мне, «Где и открывай Бога». Я Богу пообещал, ни один из моих детей даже не будут знать, что такое религия. Они сразу будут по умолчанию знать действие живого Бога. И когда мой сын нечаянно попал в одну из религиозных церквей послужить, он спросил, «Папа, что это?» И говорит, «Это то, от чего я тебя уберегал всю твою жизнь». Иисус, я благодарю Тебя. Подними крепких, сильных людей, которые будут строить Твое царство волей, которую Ты подарил каждому из нас. Спасибо, любимый, за эту семью. Спасибо за нашу глобальную семью. Я верю, чемпионы поднимаются прямо сейчас. И я верю, крепкие семьи строятся прямо сейчас. Сильные служители, чемпионы поднимаются прямо сейчас. По имени Иисуса Христа и все сказали, «Hamen!» «Jesus!» Иисуса Христа «Хами!» «Хами!» «Хами!»